Продолжаем еще. Продолжаем. 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 綺 candles. Продолжение следует... 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 в изучение нового для себя языка который ни в коем случае не идет в разрез рок-н-роллом потому что это я считаю продолжение с тех пор как я там 80 каком-то году услышал название штурзы длины и паутон и там прочитал чем они занимаются я тут же подумал блин вова какого хрена ты вообще играешь на гитаре вот есть блин отбойный молоток понимаешь и поэтому там две струны и пять струн я видел там какие-то там сумасшедшие люди у них там 24 струны на бас-гитаре ничего и чего есть отбойный молоток а сейчас мне цивилизация человечества кроме отбойного молотка она мне предлагает вообще еще более более спокойный отбой на молотке мне бы пришлось бы на еще когда там тренироваться там какие-то мышцы чтобы там не умереть а сейчас мне просто там пальчиком туда-сюда вообще вообще играет даже струны дергать не надо понимаешь мозоли не нужно утирать не кори вопрос кроме таких мозговых мозолей ну это это игру это изучение языка 2 домашняя заготовка ретро вопрос да я правда не знал почему-то в центре играли на гитаре когда то две недели успели там отметиться записи где-нибудь отметиться успели на концерте полицейском участке вообще никогда не забирали успели это было две недели интенсивно в самое такое мрачное такое мрачное эпоху последние дни жизни андропова когда в 83 84 года дороге подарок под асфальтом но вася исхитрился быть приглашенным комсомольцами какой-то супничок который устраивали там игру что где когда или что-то такое телевизионная съемка и да это передачу ну вот 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 это было все подверстно вот под две недели репетиции поэтому зачем зачем я васе подман пылся я не знаю но надо сказать что басе я очень благодарен потому что эти две недели для меня были таким я вообще никакого рок-н-ролла не играл я вообще-то ну грубо говоря там причал по гитарке и пришел как вообще из ниоткуда в какой-то такой загадочный мир но вася замечательный персонаж потому что он же профессиональный хоккеист он был нападающим центральным нападающим юношеской сборной советского союза так на минуточку до того как заняться рок-н-ролл и поэтому да и поэтому вася абсолютно гениальный музыкальный менеджер он взял схему спортивного менеджмента и применил ее то есть вася мог сейчас может сделать группу на пустом месте из ничего насчет раз-два-три поехали играть все и это и это действительно вот это вот это такой такой урок на всю жизнь и потом когда мы со сведом делали среднерусской возвышенность уже я пометует мои две недели такой аскезы такого мега тренинга как теперь называют у васи где-то подключались там китары а то включали в телевизор я к тому что любые любые средства были хороши и наличие или отсутствие там какого каких-то там гитары усилитель вообще не являлась какой-то причины не освобождал от ответственности вот и и на сказать что в этом смысле конечно был такой позитивный опыт который прошел мне зря и да про вас я сейчас помню пока пока говорили про предыдущего вопрос отвечал да дополнил дополнил если я могу я же со своей стороны да 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 забавно то что вася последние несколько лет пишет и играет техно исключительно каким-то образом а по сути то то что мы делаем вот особенно в обе на эту часть а это такое это такое слово слово техно потому что мы никогда не ставим больше 60 bpm то есть это 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 как бы очень это как бы заметная музыка но по структуре техно потому что все вот такие инструментики ритмические они собственно сделаны для детей чтобы дети играли техно поэтому техно и получается вот поэтому вот как бы забавно что да и вася пришел к тому же да и и говорит туда баба чем сам бас гитарист принципиально да и он он делал какую-то программу там только на бас гитаре так это человек зачем нет бы если в моей молодости были бы все эти вот глупости какие бас гитары и что он сидит на компьютере набирает ну да ну ася набирает на компьютере мы набираем это без компьютера потому что это вопрос технологии у нас у нас просто но в василий у него может быть он это делает музыку один Это отсутствие компьютера для упрощения, потому что мы можем сюда и компьютер поставить, а это проблема не суда. А для каких-то ударов. Это разговор о цифре. Это не цифровая музыка, у нас всё аналоговая. Это к вопросу о каком-то таком лёгком антраже, который всегда возникает, когда ты ступаешь. А бардаке из проводов, что как-то греет душу, в общем. Да, да, это кайф. В большей степени, чем компьютер. Это кайф, в этом есть неожиданность, кайф, элемент, всё время такой постоянный адреналин. То есть, если я ошибусь, то я ошибусь. Это не тот нойз, который играют два каких-нибудь чувака, если бы мы там с Николаем сошлись бы и вот так сидим где-нибудь там в кафе, я не знаю, там литературного магазина «Республика», за столиком с двумя чашечками кофе, напротив друг друга, раскрыв свои ноутбуки и вот так вот туда уперевшись. То есть, мы всегда, то есть, и он может разозлиться и сказать, блядь, я могу сказать разозлиться, Николай, ну ты чё вообще? То есть, вот это, это, это рок-н-ролл. Это как Rolling Stones. Кейт Ричардс, Мик Джаггер могут иногда и повздорить. Ну, в этом смысле можно вспомнить концерт этого пансонников в доме, когда оба фильма были в жопу пьяные, да, и там, фестивальник. Чтобы не отвлекаться. Второе, а то забуду. Работа «Пальма под снегом» пресловутая. Это вот то, что было на обложке или это элемент какой-то? Обложки чего? Асса. Асса, обложка Асса. Там какой-то мебель и соловьёк? Да, значит... Пальма, имеется в виду пальма на проигрывателе, да? Нет? Такая пальма. Значит, везде написано, что работа ваша «Пальма под снегом» использована в фильме Соловьёва «Асса». Не в фильме, наверное. В фильме? Нет, она на обложке. Вот и вопрос. Я хочу понять, что за этими словами есть. Я не видел обложку, поэтому не могу сказать, что это моя, это не моя. А вот и сам образ «Пальма под снегом» и такой недостаточно. В общем, Никита Алексеев отрисовал из тех, кто мог к этому иметь отношение. У меня была такая пальма из зеркальной плёнки, которая была приделана к проигрывателю и использовалась в качестве дискотечного шара. То есть на неё свет направлялся, проигрыватель включался, накрутилась, и эти вот самые брызги, отражения. И сейчас вообще не было. Смешная, да, такая работа. Там была ещё фонограмма, которая из этого проигрывателя звучала. Соловьёв устроил на Мосфильме такую, как бы, выставку. Нет, не на Мосфильме, где же он это устроил, не помню. Да, на Мосфильме, наверное. На Мосфильме. На Мосфильме. Я не помню. Да, по-моему, да, по-моему, на Мосфильме он устроил. На один вечер в выставку такой Сматрины, куда-то там пригласился Миша Рошаля, там много там. Ну, вся была туса. Из Питера вся эта публика приехала там. Африка, Тимюр. И вот у меня там было это, на этой выставке, да, но в самом фильме, почему-то, видимо, я не знаю, в общем, там... А там было что-то, крутилось, наверное. Да, да, но это не моя пальма оригинальная, которая, вот, а её повторил, ну, местный декоратор какой-то, главный художник по заказу Славьёва, что, в общем, довольно, ну, как бы не очень, ну, понятно. Мне было смешно, конечно, и уже, уже потом время не было, ну, как... Легенда же... Да, то есть, понятно, что ни о каких авторских правах речь не было, просто, ну, Славьёв известен тем, что он там, 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 но ещё спиздил, и, в общем, таким же образом, так что я не обижаюсь, это были некоторые условия игры этой эпохи. Я ничего не ждал, я вообще кино ненавижу, и ничего хорошего от этого не ждал. Участвовал в этом, скорее, за компанию, просто все пошли, и я пошёл. Сыграет ещё что-нибудь? Вот, вот, собственно, собственно, это такая, какая-то... Спасибо! Развеяли тучи? Ну, я сейчас... Мне очень... Николай, мне понравилось твое высказывание, то, что кино ненавижу. Я тоже, на самом деле, к кинематографу отношусь так это достаточно скептически, и поэтому вот сейчас мне хотелось бы... Извините, что я произношу так, мне хотелось бы, конечно, много чего хочется, но, тем не менее, вот было бы неплохо, если бы вы задали Николаю вопрос по поводу... Мы тут заявляли, что у нас будет презентация проекта. Надеюсь, надеюсь, мы надеемся, что мы его презентовали, ну, не в полной мере, ну, как бы мы вам рассказали, что мы имеем в виду, вы услышали, увидели, потому что многие люди приходят, типа, и говорят, что вообще, как вы там занимаетесь? Ну, вы прочувствовали грув максимально сегодня, действительно, Николай сказал, я пытался воспроизвести какое-то некое техно, условное. Условное техно, потому что, то есть, в общем, не буду дальше вам мозги рушить относительно вот этого видео. Вот, на мой взгляд, это просто совершенно шикарная вообще просто иллюстрация, вообще, так сказать, кинематографа. И это то же самое, то же самое, вот эта работа. Это не какая-то там цифровая компьютерная муть, которую я могу там, используя какие-то определенные алгоритмы изобразить. А это вот идет перед вами онлайн, онлайн, онлайн работа. А то, что это за работа и что это значит, вы уже спросите у Николая. Когда он мне рассказал, я сказал, Николай, я хочу, чтобы это было нас сопровождало всегда, потому что это просто... Мяу! Задавайте Николаю вопросы. Что это значит? Спрашивали. Спрашивали. Да, если есть такой вопрос, то я отвечаю. Это... Я снял это на айфон с экрана домашнего, моего домашнего телевизора. Да, то есть это съемки, это живые съемки. Это ничего не обработано. Ты скажи, Николай, что это не обработка. Нет, никакой обработки. Это никакой обработки. Я обрабатывать не умею. Это реально. Это реально вот так вот. Это то, что просто было реально. Сломался цифровой канал, и вот телевизор долгое время показывал вот таким образом. Круто. То есть это живые съемки. Хватило же терпения это снять. Просто это съемки. Это документальное видео, да. Это документальное кино. А есть возможность мне это оставить, чтобы он всегда показывал как бы. То есть это документальное кино, просто снятое, это экран телевизора, снятый на айфон. Я довольно долго там звук шел, поэтому я помню, что сюжеты там. Сюжет, большая часть этого сюжета, это документальный фильм про… Похоже на порно. Нет, нет, нет. Это «Убийство Кеннеди». А, «Убийство Кеннеди». Ну тоже… Концептуально. Ну все в пикселях, все закрыли, вот это нельзя, это нельзя, нельзя. А вот розовенькое там… Потом там другая передача начала. Такая понятая такая. Ну через время можно было сказать… Вот так и… И собственно, почему я это сделал? Потому что у меня как-то это склеилось с этим нашим идиотским названием… «Errara humanum est», это как бы, что не только мы имеем право на ошибку, но в общем, мы и телевизор имеем право на ошибку, и в общем, ошибки являются… Питательной средой, от которой вот лично я… Где много чего ценного происходит. Я вдохновился этим. Я не этим тут, конечно. Я думаю, что если бы наши телевизоры почаще показывали бы вот такие передачи, то наверняка мозги наших граждан, так сказать, были бы немножко поширше. Сто процентов. Можешь выжить лучше. Очень полезно. Так сыграйте что-нибудь еще заготовленное. А давайте, может быть, уже… Не-не-не, еще одно. А я просто уже… Мы можем, конечно. Николай, играем здесь. Я не знаю… Я сейчас… Да, я включу. Ну как, вы уверены? Да! Мы уверены! Господа, специально для вас… Звучит. Семерная… Пока еще ничего не звучит. Господа, сэй, 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 сэй. Как называется? Да. Заведется у тебя или не заведется? Ну вот да. Я все выключил, а вот смогу ли я это все включить обратно? А смогу ли я в баранге? Вопрос серьезный. Ну, вообще не хорошо. Мега, 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 мега. Да. Сега, мега драйв. Сега, мега драйв. Ага. Так вот так. Все. Так. У меня сейчас здесь… Кто-то забыл. Да, да, да. Я все… Да, да, да. Так. У меня это 120 со 120 игрой. Ну, 90. Ребята, я сегодня для вас специально прозвучит особенную тему, которую мы никогда не пользовались. Ну, да, мы пробили просто. Да. Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА